Попасть под административную и даже уголовную ответственность может фактически каждый пользователь социальных сетей. Любая публикация или комментарий может расцениваться как преступление, если они содержат оскорбления, призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и запрещенные материалы из специального перечня на сайте Минюста. Например, за экстремистские публикации, в том числе за пропаганду нацистской символики, в 2020 году осудили жителя Бузулука. Он заплатил штраф в размере 2000 рублей. Еще одного жителя нашего региона оштрафовали на 1000 рублей за аналогичное нарушение в этом году. Им довольно крупно повезло, считает адвокат Эльдар Шарафуддинов. По его словам, часто после подобных обвинений наступает уголовная ответственность. Уголовная это больше идет репост какой-либо свастики или выставление какой-либо картинки, которая у нас запрещена, и которая предусмотрена уголовной ответственностью. Надо осторожно сейчас вести себя в социальных сетях. Отдел по экстремизму не дремлет, и она ищет данный материал, потому что служба есть, материалов нет. Им надо найти, и они в этом смысле ищут. Также Эльдар Шарафуддинов отметил, что привлечь к ответственности могут не только за публичные действия в интернете, но и за переписку. Был прецедент именно в России, что за распространение призывов в социальных сетях, в том числе и в WhatsApp, был человек привлечен к административной ответственности. По данным информационно-аналитического центра СОВА, признанного иностранным агентом, в 2020 году за экстремизм были осуждены 504 человека. Для сравнения, в 2019 году за публикацию запрещенных материалов и символики, а также экстремические высказывания осудили только 432 человека. Источниками для возбуждения дел стали публикации, комментарии и сообщения из личных переписок. Александр Кацун, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.